Нарушают, не думая о последствиях. Мотоциклисты порой не прочь воспользоваться габаритами своего транспорта и проскочить между рядами движущихся автомобилей. Правда, не всегда это заканчивается удачно. Чем чревато желание выделиться из толпы и не стоять в пробке, узнал Станислав Жижин. В жаркий сезон многие горожане отдают предпочтение двухколесному транспорту. Он легче, быстрее и экономичнее. У меня есть машина, но мне удобнее ездить на скутере в летнее время. Экономия средств денежных. То есть здесь 4 литра залил бензина и ездишь 200 километров. На 4 литра на машине не проедешь 200 километров. Это ответ адекватных водителей, говорят сотрудники ГИБДД. Правда, их единицы. Пока скутер, мопед или мотоцикл своего рода дань моде. Известный многим сервис YouTube буквально пестрит красивыми кадрами с видеорегистраторов мотоциклов, где байкер с легкостью маневрирует в потоке между стоящими в пробке машинами. Иногда, правда, ролики заканчиваются курьезами. По всей стране таких примеров немало. И Саратов не исключение, говорят инспекторы. Водители мопедов зачастую нарушают правила дорожного движения. Проезжают на красный сигнал светофора, движутся между рядами, превышают скорость. Одни из-за незнания правил, другие от ощущения безнаказанности. То, что они производят вот это движение между рядами, соответственно, конечно, является нарушением правил дорожного движения. Если они это считают незначительным нарушением, то результат этого нарушения может быть очень плачевным. Десять аварий с участием водителей мотоциклов и скутеров и десять пострадавших. Цифры только по городу и только за половину июля этого года. Но ситуация уже осенью должна измениться, с надеждой говорят инспекторы. Когда водители двухколесного транспорта будут учить и выдавать права с категорией М. Все-таки они будут знакомиться с правилами дорожного движения. Элементарные правила управления, как управлять скутером, будут проходить так же. То есть на дорогах будут появляться не те люди, которые купили этот скутер и поехали, сели и поехали. А должны уже будут пройти обучение на соответствующую категорию. То есть элементы вождения и знания правил дорожного движения. Соответственно, и госавтоинспекция будет спрашивать с владельцев и водителей скутеров. А пока лишь остается вести печальную статистику и проводить профилактические мероприятия среди скутеристов. Правда, если последние увидят сигнал инспектора и остановятся. В противном случае устраивать погоню за мопедом или мотоциклом сотрудникам полиции строго запрещено. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.